скажут, с каким духовным значением этот подарок. И, знаете, мы провели опрос, есть приз, знаете, зрительских симпатий, а у нас есть еще приз симпатии учителей, студентов, учеников. У нас дело в том, что те ученики, которые учились, некоторые из них давали темы. И мы сделали опрос о том, чье выступление больше всего им понравилось. Поэтому сейчас мы хотим пригласить сюда, на эту сцену, так сказать, еще несколько человек. Пожалуйста, приз студенческих симпатий. Семья Ждановича, пожалуйста, Ольга и Александр Жданович, Анна Плешу, Вячеслав и Светлана, выходите, пожалуйста, да. Пастор, пастор. И пастор. И пастор. Мы провели опрос, мы провели опрос среди учеников, выступление какого спикера вам больше всего понравилось. И по итогам опроса мы вручаем вам вот такие вот призы для того, чтобы вы записывали откровения Божии, за то, чтобы, может быть, поднять уверенность в том, что вы действительно хорошие спикеры, будущие проповедники, проповедницы и помазанные. Давайте поблагодарим. Присаживайтесь, пожалуйста. И у нас еще есть три места победители в этом опросе. Да, это еще не все. Значит, третье место победителям мы награждаем, победителей награждаем прям вот хорошими такими подарками, хорошими. Третье место, к сожалению, его сегодня нет, но тем не менее, Эдди Кирян, я думаю, он нас послушает, да. Сказали, что очень понравилась его открытость, то, что он прям открыл всю свою душу и своим примером, очень наглядным вообще показал, вернее, примером своей жизни он раскрыл тему. Второе место. Роман Плешу. Значит, да, Эдди мы дарим, Эдди мы дарим поездку, Эдди, мы дарим поездку на Трездиас, да, поездку на Трездиас. Роману мы дарим, можно открыть, наверное, да. Знаете, мы к Богу приходим с багажом ненужным, а это мы оставляем ненужный багаж и в итоге наполняемся багажом духовным. Пусть этот духовный багаж наполняется знаниями, опытом. Или хорошо. И я хочу сказать, что первое место, первое место, это фаворит. Вообще она вырвалась ото всех. Как вы думаете, кто это? Саша Коновалова. Саша Коновалова. Был еще один парень, который был ответственный за проверку домашнего задания. Был, да, куда-то он, да. И знаете, он, его сын Павел Александрович постоянно ревновал и хотел сорвать все. Но, тем не менее, у нас удалось, он проверял домашнее задание. У нас тоже есть для него приз. Приз, кстати, в чьей-то сумочке остался. Рома, можно твой рюкзак проверить? Мы говорим, что несмотря на ревность твоего сына к нам всем, все-таки тебе удалось проверить домашнее задание, да, относиться к этому с юмором ответственно. Поэтому мы тебе дарим такой юмористический подарок. Это наклейка на холодильник. Чтоб ты так ел, как молился за Израиль. Спасибо большое. Спасибо тебе. Все довольны? Аллилуйя, слава Богу, что мы прошли этот курс полгода. И, знаете, те, которые были, вот, студенты, которые были награждены, в следующем курсе они уже присоединяются к преподавателям. То есть, да, вы будете уже преподавать. Вы выберете себе тему. И, в общем, аллилуйя, у нас такой хороший духовный рост. Давайте воздадим Богу славу за все. Спасибо. Да, слава Богу, мы укладываемся. Ах. Ах.